Добрый день, дорогие телезрители! Это программа Карачаева Черкесия онлайн и в студии я и ее ведущая Екатерина Иванова. О самых актуальных событиях дня, о том, чем живет Карачаева Черкесия сегодня, мы поговорим в прямом эфире с гостями нашей студии. К разговору можете присоединиться и вы, позвонив по номеру 8 800 775 03 24. Начинаем традиционно наш эфир с коронавирусной статистики. Уже мы надеялись, что, конечно, перестанем мы когда-нибудь говорить об этих числах, об этих цифрах, но нет. На 15 октября в Карачаево-Черкесии выявлено 64 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии составило 26 330 человек. Из них 23 125 человек выздоровели, 689 человек скончались от коронавируса. 952 человека госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение на дому в режиме самоизоляции под контролем врачей по всем нормам Минздрава России. Ну а на днях в Карачаевске начал работу COVID-госпиталь на базе Карачаевской центральной городской районной больницы. Пока развернуто 120 койк, из которых 23 анимационные, 6 койк с ИВЛ-аппаратами. 80 койк оснащены кислородом. Также в наличии имеются кислородные концентраторы. В госпитале есть все необходимое медицинское оборудование. Инвазивные и неинвазивные аппараты ИВЛ, компьютерный томограф, рентгенаппарат, ЭКГ. Также имеется лаборатория для проведения необходимого объема обследования в рамках стандартов. Коллектив госпиталя образован в основном из сотрудников Карачаевской ЦГРБ. Медики были задействованы в оказании медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией на базе госпиталя Правокубанской участковой больницы, а также в других госпиталях, поэтому имеют практический опыт работы с больными COVID-19. Отметим, что в Карачаево-Черкесии на сегодняшний день развернуто 6 COVID-госпиталей на общую сумму 1165 койк. Сегодня мы поговорим и о работе госпиталей, и о ситуации, эпидситуации в Карачаево-Черкесии в целом. На примере северного госпиталя города Черкеска у нас в гостях руководитель госпиталя Шамиль Шаманов. Здравствуйте, Шамиль. Здравствуйте, Катерина. Шамиль, мы уже давно не встречались с медиками в этой студии, и каждый раз, когда мы начинаем наш эфир, мы просто уже поражаемся темпом развития, темпом заболеваемости, росту заболеваемости, особенно если говорить о количестве летальных исходов и о количестве госпитализированных. Вот скажите, пожалуйста, насколько сегодня северный госпиталь занят, какую ситуацию вы видите на примере своего учреждения? Ну, вы знаете, северный госпиталь, к сожалению, на сегодняшний день занят полностью. То есть все койка места, это около 250 коек, все, к сожалению, заняты. Ну, да, есть 3-5 коек, которые будут заняты сегодня, но, опять же, завтра у нас будут выписываться больные, и мы как-то пытаемся ориентироваться на выписку при освобождении коек. Насколько хватает оборудования, которое есть? Насколько хватает специалистов? К счастью, оборудования хватает у нас, специалистов. Ну, хотелось бы больше, конечно же, но сейчас по всей стране такая ситуация, да, по всему миру такая ситуация. Нигде специалистов не хватает. То есть, помимо госпиталя, есть ведь и другие медицинские учреждения, которые оказывают плановую помощь. Там тоже необходимы специалисты. Ну, всегда мы, когда говорим о работе в госпитале, конечно, возникает вопрос и о хватке, нехватке лекарственных средств, масок, СИЗов и так далее, и так далее. Ну, средств индивидуальной защиты, конечно же, хватает. Лекарственных препаратов, самых необходимых, самых необходимых тоже хватает. Просто, может быть, кто-то нас слушает, скажет, да нет, вот там бывает, что не всегда хватает. Но я же говорю, те, которые препараты лекарственные рекомендованы, их хватает. Ну, если мы говорим о четвертой волне, вот знаете, мы в этой студии так между собой даже обсуждали, что первую волну мы все, конечно, запомнили. Вот было очевидное начало, был какой-то спад, потом был такой промежуток, вторая волна, третья волна. Но вот между третьей и четвертой волной кажется, что даже не было никакого времени на передых, на то, чтобы взять вот эту паузу. Это действительно так вот по работе госпиталя, как вы видите? Да, действительно, так и есть, знаете, третья волна, чтобы сказать, даже плавно перешла в четвертую, не скажешь, это было просто молниеносно. То есть у нас вроде бы спад пациентов поступающих пошел, и потом в течение недели у нас началось такое поступление, что вот, ну, действительно, мы даже слегка растерялись. То есть это, несомненно, был переход в четвертую волну. А отличаются они между собой по течению болезни, по течению заболеваемости? Вы знаете, отличаются. Ну, вот мое мнение такое, то, что именно характер распространения повреждений легочной ткани стал более быстрый и резкий. То есть из 5% в 50% достаточно одних суток. Знаете, вот опять-таки на примере друзей, на примере знакомых сейчас коронавирус уже в каждой семье, в каждом круге знакомых, он так или иначе присутствует. И я слышу такие разговоры, что вот буквально кто-то заболел, человек там сделал ПЦР-тест, ну, и для своего успокоения идет, делает КТ или вот проверяет, какое состояние легких. И оказывается, что уже пошло распространение, несмотря на то, что человек вроде бы еще себя нормально чувствует. Вот настолько быстро распространяется, и вы столько неожиданным оказывается, когда уже приходят к врачу и видят, что действительно поражение сильное. Катерина, я отвечу на ваш вопрос даже вот на примере моей семьи. То есть у меня семья довольно-таки большая, то есть мать, отец, супруга, трое детей. И вот мать и супруга, они у меня привиты. А вот отец не привился, ну, не захотел. И я как-то не стал настаивать, раз думаю, категорически против. Это выбор каждого. Да, это выбор каждого. Я и до этого в интервью давал. Я рекомендую, конечно, прививки, но насильно заставить мы не можем. Безусловно. И так получилось, что вот они в один день одномоментно заболели. В принципе, ну, учитывая вот мой опыт в работе с ковидными пациентами, то есть я даже не был, не было ни одного сомнения, что это именно ковид. И лечиться они начали одновременно. Причем рекомендованными противовирусными препаратами, кроверазжижающими таблетками, ну, в простонародье, так скажем. И получилось так, что вот о КТ, проведении КТ. Бывает, когда люди сами идут самостоятельно делают КТ, без направления участкового терапевта. И получается, что слишком ранние сроки. И компьютерный томограф не может определить невманию. Ну, я, как положено, пятые, шестые сутки сделал. Вот у матери у меня на КТ ничего не показало. У отца было 5%. Ну, учитывая преклонный возраст родителей, я все-таки отца положил, госпитализировал. На пятые сутки у него было 55% уже с двух сторон. Несмотря на то, что он получал лечение, все. И буквально на седьмые 75 и 85% было. То есть это буквально вот 5-7 дней. Это буквально, при этом при получении лечения. При получении лечения, причем мы консультировали с другими специалистами. Когда, знаете, родственников касается, чуть-чуть бывает, у тебя голова не соображает, грубо говоря, скажем так. И несмотря на вот это все вовремя получаемое лечение, единственное, что было хорошо, что эти 85% они быстро перешли в консолидацию, то есть в обратный процесс. И он перенес это все на ногах, вот так вот скажем. То есть действительно здесь мы говорим не о двух неделях, да, как было так, ну вот раньше. Это вот буквально 5 дней-неделю. И вот как только я увидел на заключении КТ консолидацию, то есть обратный процесс, я не стал его задерживать в госпитале, выписал домой. Это я еще к чему говорю. Вот очень много бывает пациентов или родственников пациентов, жалуются, вот так у него еще процесс, или у него еще там осталось 20% или 15%. Но все эти проценты это уже обратный процесс развития. Тогда мы выписываем. Никто в стадии разгара никогда не выпишет пациента. Но здесь получается, что и лечение, да, должно быть определенным. Есть ли уже какие-то изменения в методических рекомендациях? Есть, незначительные. Есть, вот я 3 дня как прилетел с конференции анестезиологов-реаниматологов. Да, есть, но они незначительные. Знаете, просто где-то дозы препаратов чуть-чуть увеличены, где-то какие-то препараты исключены. Но, незначительные. Но, тем не менее, все равно, это, наверное, единственный случай, да, у нас, во всяком случае, в стране, да, наверное, и в мире, когда так часто меняются рекомендации. Когда уже какие там, 11-е, 12-е. 12-е. Последние 12-е. То есть, действительно, это огромное количество рекомендаций, которые постепенно меняются и которые, ну, не в таком, не в стагнации находятся. Ну, я же говорю, изменения незначительные, но есть. А если говорить, вот давайте вернемся, как раз это очень интересно. Вы были на конференции, встречались со своими коллегами. Какую ситуацию они описывают посеместно по всей стране? Вы знаете, там были коллеги разного уровня, то есть, и профессора были, и кандидаты наук были, причем это люди, которые ездили и на международные конференции. То есть, в принципе, статистика по пациентам почти везде одинаковая. А есть ли какие-то моменты, вот в обмене опытом, которые подмечали у коллег, которые вы заметили, что, например, можно было бы применять и в работе госпиталя, вот рассказывали о них? Ну, вы знаете, особых не было. То есть, мы на уровне держимся? Мы на уровне держимся, но, опять же, благодаря 12 рекомендациям. То есть, когда они выходят, мы их сразу же пытаемся прочитать. Там, знаете, столько листов, и получается, все эти же рекомендации в первый же день, как высшие, мы просто обязаны их прочитать. Ну да, как-то раз Алексей в эту студию тоже приносил распечатанные рекомендации, и мы увидели это мелким шрифтом, действительно такая кипа бумаг. И ты понимаешь в этот момент, насколько еще серьезнее все, потому что, если раньше ты наблюдал за этим со стороны, то теперь как будто бы туда погрузился и видишь это все. Вы сказали, что там были профессора, ученые, которые наверняка занимаются и прогнозированием неким. Вот о прогнозах что-то говорилось на этой конференции, есть ли они вообще сейчас, можно ли говорить о каких-то будущих моментах? Пока нет, пока ни о каких будущих не говорится в моментах, то есть, будет ли полностью ликвидирован этот ковид, или насколько он затянется, пока никто ничего не может сказать. Мы уже несколько месяцев говорим о том, что ковид мутировал, появились новые штаммы, в ходе заболевания, в плане, знаете, анамнеза, то есть, какие моменты может человек заметить, прежде чем понять, что у него коронавирус? Ну, я рекомендую так, малейшие какие-то у вас подозрения, хоть на ОРВИ, очень много людей ссылаются, да, я думаю, это сезонные ОРВИ, малейшие подозрения, сразу вызов терапевта, сдача мазка, как положено. То есть, чем быстрее мы диагностируем... То есть, даже если недомогание какое-то, если понимаете, что что-то пошло не так, как обычно. Чем быстрее мы диагностируем, тем у нас больше шансов на выздоровление. Ну, я вот хочу тоже сказать, что даже на своем перемирии, недавно буквально, действительно, это оказалось ОРВИ, но первое, о чем думаешь, все равно, это коронавирус, несмотря на то, что уже вроде бы вакцинированы, несмотря на то, что вроде бы уже все это, хотелось бы, чтобы было позади. Но тут вот встает вопрос, много ли вакцинированных людей, наших жителей, все-таки повторно заболевают коронавирусом или в первый раз? Вы знаете, учитывая, что это новый штамм, да, встречаются, встречаются, но, конечно же, намного реже вакцинированные, чем не вакцинированные. Либо люди, которые... Вот сейчас прошло полгода. Не просто так даны рекомендации, что через полгода у человека не остается антител. Независимо от того, появились они в процессе болезни, либо вызваны вакцинацией. То есть это люди намного умнее, чем мы это придумали, и они рекомендуют, что каждые полгода показана ревакцинация. Вот у меня, например, сейчас полгода проходит, и я буду тоже вакцинироваться. Ну, получается, спутником лайт как раз. Да, учитывая, что я в тот момент спутник 5 вакцинировался в двухэтапном, в этот раз планирую спутник лайт. Говоря о том, как проходят лечения, насколько действительно изменилось настроение в госпитале? Знаете, вот мы в прошлую нашу встречу говорили про атмосферу, которая царит в Северном госпитале, про то, какое отношение ко всей этой пандемии у работников, у специалистов. Насколько сейчас? Вот я помню, что в первую волну мы говорили о том, что, да, была паника, но потом как-то все пришло в норму. Во вторую уже с уверенностью призаходили. Сейчас как? Вы знаете, конечно же, сейчас уже паники нету, но иногда просто устаешь от этого всего. То есть меньше времени для сна. Даже если ты, как говорится, отходишь ко сну, или как правильно выразить, все равно твои мысли остаются там с больными или, может, с какими-то недоработками. Просто устаешь со временем. А какой режим сейчас работы в госпитале? То есть это так же, как и в первую волну? Заходят одни на две недели, потом меняются? Нет, нет. Уже определенный состав работает и работает в три смены по восемь часов. А, то есть вот так вот. А все ли вакцинированы? Потому что говорили о том, что в ковид-госпиталях должны работать люди, которые... Это обязательно у нас. А если мы говорим про самих пациентов, то каков возраст все-таки? Говорят, что сейчас и молодые люди попадают, и даже, ну, если не дети, то из молодежи. То есть это там 20-35 лет? Да, к сожалению, встречаются. К сожалению, встречаются, причем с очень запущенным процессом. Ну, соответственно, они, конечно, и подвержены лучшему лечению. То есть темпы здесь... Более легкому течению неподвижны. Ну, а категория пожилых людей и приставливого возраста, конечно же, очень тяжело лечиться. Но сейчас, я так понимаю, все равно есть и те, и те, если раньше мы говорили о том, что... Да, и те, и те, конечно же. Дети. Есть ли случаи заболевания среди детей? Дети, вы знаете, вот я смотрю по своим детям, Катерина, вот у них бывает в школе, один ребенок в классе заболел, все, класс закрыли, на неделю, там, на дистанционное обучение перешли. Дети, конечно же, тяжело это все не переносят, но они могут... Ну, опять же, это мое мнение, они могут переносить это. То есть, учитывая то, что... Вспомните, вот сам процесс у нас одевания-раздевания в госпитале, когда мы заходим на смену и выходим. Мы же переодеваемся в чистые вещи, там на месте все обрабатываем, так выходим. Это для того, чтобы с собой не вынести. Да. То есть, вот этот момент, когда детсадовский или школьный локдаун, так сказать, он очень идет на пользу. Вот по поводу локдауна, я думаю, что на пользу. Даже вот чуть-чуть отклонимся от темы. Вот сегодня в новостях, я в Яндексе прочитал, то, что Башкирия перешла вот в режим локдауна, там 65+, то, что им там по 2 часа, вот я точно не могу вспомнить цифры, но там по 2-3 часа в сутки 2 раза можно выходить на прогулку. То есть, дальше они будут штрафовать. И то при наличии перчаток, маски, как положено. В принципе, Башкирия, это один, знаете, из таких центров медицины. То есть, у них Башкирский университет такой мощный, оттуда такие мощные специалисты. Да, обмен у нас проводился, насколько я помню, даже вот врачами. Даже вот очень много докладов было в Москве сейчас, вот именно Башкортостан, оттуда из Уфы. И вы знаете, я вот почитал комментарии потом, которые оставляют люди. Ну, конечно, они очень недовольны. С какой-то стороны их можно понять, но такие комментарии, типа, вот заперли, вот держат как собак. То есть, ну, это, конечно, чересчур. К сожалению, вот жалко, что население так относится к подобным мерам. Я думаю, что для того, чтобы это понять, каждый вот этот локдаун или вот эти все обстановки, для этого, ну, конечно, это не разрешено, но это надо было увидеть, вот все внутри госпиталя, как проходит. Надо было послушать этих больных, особенно больных, которые там прошли через реанимационное отделение и были выписаны. Ну, вот такая ситуация. Вот вы сказали такой момент, что люди действительно злятся, люди начинают говорить о том, что заперли и так далее, и так далее. Но мне кажется, что сейчас многие забыли о том, что некоторые меры их и не снимали. Например, масочный режим, который был еще в первую волну введен, он так или иначе остается даже у нас в регионе, хотя, как мы видим, вокруг многие думают, видимо, что он закончился. Да даже я сама по себе иногда замечаю, что забываю там маску или как-то не задумываюсь об этом. Вот эта вот мера, а точнее то, что ей не соответствует, насколько это опасно сегодня для нас? Нужно ли снова напоминать людям про эти маски? Вроде бы мы каждый день о них говорили, но тем не менее. Ну, к сожалению, люди по-другому как-то не слышат нас. Вот даже, ну, идет человек в маске, ну, как он в ней идет тоже. Вот так на подбородок опустил ее и пошел по улице. Это не ношение маски тоже. То есть то, о чем мы говорили, маски, антисептики, перчатки, дистанция, это сегодня еще актуальная тема? Актуальная. Это всегда будет актуальная эта тема. Всегда. Даже вспомните про банальные рвы и сезоны, даже в те моменты. Просто тогда нам казалось, что, ну, даже если ОРВИ переболеют, ничего страшного. Да, тогда было так, конечно. Сейчас совсем другая ситуация во всем мире. Кстати, а если говорить про ОРВИ, сейчас еще и сезон гриппа, так или иначе. Насколько сложно спутать эти заболевания и насколько велика вероятность того, что одно подмаскируется под другое, так сказать? Это очень хороший вопрос и действительно так и есть. Во-первых, сами люди склоняются к тому, что это сезонные ОРВИ и дома лечатся, то есть народными средствами или препаратами, которые в свободном доступе у нас есть в аптеках, или теми, которыми они лечились 10 лет назад. И вот, мне этот препарат тогда очень помог. И при этом они ждут 5 дней, 7 дней. И потом, когда у них начинаются более тяжелые симптомы в виде дыхателя, недостаточности, отдышки, только тогда они начинают бить тревогу. И то есть, получается, люди занимаются самолечением тем самым прислабытым. А так, да, конечно же, чуть-чуть сглаживает ОРВИ и симптомы ковида. И бывает даже для врачей это не очень легко определить, потому что бывает мазок не сразу положительный. То есть достаточно 2-3 дней, чтобы он был положительный. Та же самая история, как и с проведением КТ легких. Люди через 2-3 дня делают, но нужно, чтобы хотя бы 5-6 дней прошло. Ну, вот ваши рекомендации, даже если у человека отрицательный мазок, но он понимает, что у него может быть ОРВИ, грипп. Как действовать в этой ситуации? Еще подождать, сделать еще один тест или как-то самоизолироваться? Вот что делать? Ну, вы знаете, вполне возможно, что сдать еще один тест. Но, опять же, не без рекомендаций участкового терапевта. В любом случае к нему надо обратиться. А если мы уже затронули тему самолечения, и о ней мы говорили и в первую волну, и в вторую. Я помню, что довольно-таки эмоционально здесь был разговор, потому что все врачи постоянно уже чуть ли не кричали о том, что самолечение – это бич коронавируса. Насколько много сегодняшних пациентов уже приезжают в госпиталь, получается, запущенной формой из-за самолечения? Вы знаете, к счастью, это реже уже стало, но этот эффект достигнут слишком большой ценой. То есть мы имеем в виду летальные исходы в первую очередь. Про летальные исходы, конечно, это отдельная тема. 600 уже 89 человек – это мы говорим именно от коронавируса, то есть во время болезни, да, или в госпиталях, те люди, которых не стало. В вашем госпитале, насколько вот сейчас действительно участились такие случаи? Ну, я вам откровенно скажу, чаще, чем во вторую и в третью волну. То есть мы можем сказать, что четвертая волна – одна из самых жестоких. Одна из самых… Не то, что так и есть, это самая пока тяжелая волна. И я же говорю, это не только в нашем госпитале. Это вот обсуждалось буквально сейчас на вот этом всем собрании анестезиологов-реаниматологов. В принципе, этому поводу он и был собран. Вот, кстати, говоря о том, как проходит заболевание, опять-таки, мы все время возвращаемся в первую, во вторую волну в своих воспоминаниях. Я помню, что многие поступали в больницу, потом там их переводили на ИВЛ, если уже заболевание проходит тяжело. Насколько сейчас именно реанимации заполнены вот по всей стране? Что говорили реаниматологи, что говорили анестезиологи? Вы знаете, вот четвертая волна, учитывая то, что более быстро распространяется само поражение легочной ткани, то есть пациент поступает, в принципе, относительно стабильный. Даже вот бывает сделали КТ, там 25% или 15%, но есть такое понятие, как стадия разгара, то есть он поступает именно в этот момент. Вот сегодня у него 25%, это как раз они с пяти, например, со вчерашнего дня начинаются, а завтра, к завтрашнему утру или обеду они уже у него все 50%. То есть практически сразу в реанимацию. Нет, этот пациент со временем изначально, он лечится, конечно же, в терапевтическом отделении, но сам период, когда он был госпитализирован, я же говорю, это стадия разгара именно его, и со временем он переводится в реанимацию, потому что очень часто встречаются такие вопросы, как он же поступал нормально. То есть стабильных пациентов с ковидом не бывает. Вот чтобы, знаете, кому-то сказать по телефону, когда родственники интересуются состоянием пациента, сказать, что все хорошо, не скажешь, потому что в любой момент ситуация может очень резко поменяться. От чего, как вы считаете, это зависит? То есть это именно влияние на легочную систему, влияние на иммунитет? И на свертывающую систему крови. То есть от этого многое зависит. Много ли пациентов сразу попадают под аппараты искусственной вентиляции легких? Очень много, потому что, вы знаете, вернемся к тому вопросу, то, что насчет сезонного ОРВИ, очень много пациентов считают, что они дома находились с сезонным ОРВИ, но когда они уже поступают к нам в госпиталь, мы им делаем КТ, как по рекомендациям на входе, а у них уже 85-95%. Ну ладно, вот 70% поражения легочной ткани, можно даже сказать 65%, мы кладем в реанимацию и в интенсивную терапию сразу же. И, к сожалению, очень часто много встречаются такие пациенты. Что включает в себя вот такое лечение? Интенсивная терапия, реанимация. Вы знаете, оборудование там. То есть, если мы на уровне терапии можем обойтись только подачей кислорода увлажненного, то в интенсивной терапии там уже у нас такие вспомогательные аппараты, как высокопоточный аппарат из подачи кислорода увлажненного, теплого, ну более физиологического. Но сама подача газовой смеси, то есть кислорода и воздуха, намного выше, чем в отделении терапии. Ну и, соответственно, о чем мы тогда разговаривали, это аппараты неинвазивной вентиляции легких и инвазивной вентиляции легких. Вот в эту четвертую волну много ли пациентов оттуда потом возвращаются в отделение терапии и продолжают уже идти на патриарх? Да, конечно. То есть, для того и существует отделение реанимации и интенсивной терапии, чтобы пациентов вернуть в более прежнее состояние, более легкое течение болезни. Из тех, кто уже выписывается из госпиталя, многие ли возвращаются по причине того, что не продолжают лечение и процесс идет в обратный момент? Вы знаете, был недавно такой случай, это не в нашем госпитале, Да, был такой случай, поступила женщина, пролечила две недели, там КТ-поражение 40%, мы ее выписали спустя две недели, дали домой рекомендации, но пациентка сама себе отменила эти рекомендации. То есть, рекомендации даются для чего? Мы не можем проводить такое лечение, скажем, массивное, и потом резко его отменить. Поэтому пациенту даются рекомендации. И в рекомендациях, да, такие же лекарственные препараты, только в основном таблетированные формы. И вот я же говорю, на вот этом примере, вот отменил человек себе лекарственные препараты и поступил повторно. Уже с большим поражением легких, я так понимаю. Ну, давайте вернемся к вашему госпиталю. Давайте вот сейчас посмотрим небольшой сюжет про то, как проходит день в вашей больнице. И уже вернемся в эту студию, смотрим и возвращаемся. С самого начала пандемии в ковид-госпиталях республики врачи борются за жизни тяжелых пациентов. В Северном госпитале Черкеска сегодня из 200 мест занято 160. И медики отмечают, что с каждой новой волной все сложнее лечить больных коронавирусом. Самый тяжелый период – это тот период, который сейчас. Может, это только кажется, потому что каждая волна дается нелегко. Это и по течению, и клинически, и морально это очень сложно. Но вот данная волна, которая вот сейчас именно идет, попадают к нам больные и молодые, и пожилые. Течение очень тяжелое, быстро прогрессирующее. Каждая смена в красной зоне по-своему тяжела. Но врачи признаются, что самое сложное в их работе – это не физическая усталость. Тяжелых больных очень много. И морально это очень сложно. Потому что ты сегодня, уходя с работы, оставляешь человека в более-менее удовлетворительном состоянии. На следующий день ты можешь прийти, а он уже будет на больших потоках кислорода или, в худшем случае, в реанимации. Вот морально это действительно тяжело. Однако у этой медали, к счастью, есть и другая сторона. Самые приятные стороны, когда выписываешь больного. Это, наверное, одно из самых мощных стимулов, особенно если тяжелого больного, ты отпускаешь домой с радостью и с каким-то облегчением. История молодой супружеской пары Рустама и Елизаветы Даровых в красной зоне началась с тяжелой болезни отца Лизы. По возвращении домой он пожаловался детям, что в реанимации чувствовал себя одиноко. В тайне от отца молодые люди решили помочь медикам и поддерживать ковидных больных. И со второй волны трудятся в северном госпитале. Как говорится, рука руку моет. Что-то где-то ей надо помочь, я помогаю. Мне надо помочь, она помогает. Ну, а в принципе-то работа у нас заключается в том, уход за пациентами, поменять постельные, почистить там, ихние палаты убрать, выписать, накормить их. Есть люди, которые, сами понимаете, лежат, они не могут не встать, ничего, их надо из ложечки покормить. Уже почти год Рустам и Елизавета вместе заступают в смены и чувствуют, что находятся именно там, где их помощь нужнее всего. Им нужна очень поддержка. Тут больница, красная зона, тут их родственники не приходят, не сидят с ними. Считаю, что их родственники, их нет, это мы. Мы за ними, как за своими родными, за всеми ухаживаем и присматриваем. Даровы считают, что простое человеческое участие и поддержка не хуже лекарств помогают больным скорее выздороветь и вернуться к родным. Мы возвращаемся в студию, говорим о четвертой волне коронавируса, о работе Северного госпиталя. У нас в гостях руководитель Северного госпиталя Шамиль Шаманов. Шамиль, вот еще с первой волны начиная мы говорим о том, что в особо опасном положении находятся люди с хроническими заболеваниями. Вот эта тенденция сохраняется на сегодняшний день? Да, так и есть, Катерина. Все так же остается, хронические заболевания, конечно, усложняют лечение пациентов. А насколько хорошо налажено взаимодействие между госпиталями у нас в республике? Потому что я так понимаю, что периодически в одном госпитале проходит лечение того или иного вида хронического заболевания лучше, чем в другом. Да нет, вы знаете, у нас вообще центральный госпиталь считается на базе городской больницы. И, знаете, он более большой такой и более многопрофильный. И мы периодически проводим телемедицину с ними, то есть консультируемся по ведению больного, так называемого так. А вот, кстати, насчет телемедицины. Вот недавно как раз была новость, что пока что, по-моему, на уровне эксперимента это будут вводить на постоянную основу удаленное лечение, а телемедицина и так далее, и так далее. И это уже давно у нас внедрено. То есть уже много лет не только про ковид же мы, мы же не только ковид-гечем. То есть очень много тяжелых больных с хроническими заболеваниями. Мы еще вот на базе республиканской больницы, когда я работал, тоже часто очень встречались у нас телемедицины такими с центральными мощными медучреждениями. То есть даже мы говорим про федеральный центр, про больницы всей страны. Конечно, научно-исследовательские центры. То есть, да. Это уже давно у нас внедрено. Насколько полезна эта функция, особенно в условиях коронавируса? Вы знаете, лишним это не будет, конечно же. Лишним это не будет в плане обмена опытом или, может быть, каким-то дополнительным рекомендациям это не лишнее. Вот знаете, когда мы говорим про ковид-19, то существует такая тенденция, что он заставил каждый регион все-таки сплотиться внутри самого региона. Знаете, ответственность за то, какой режим будет введен был на главах субъектов. Также и про больницы. Все-таки это были закрытые учреждения, так же, как и сейчас. Насколько это простимулировало, может быть, даже в какой-то степени улучшение работы персонала, улучшение работы в коллективе и так далее? Вы знаете, в закрытом медучреждении чем легче работать, то есть то, что ты ни на что не отвлекаешься. То есть ты полностью занят своим пациентом. Тебе не надо с кем-то дополнительно разговаривать, дополнительно какую-то информацию давать. Даже вот сейчас больницы, которые работают, то есть не как госпиталь, именно вот которые плановые функции выполняют свои, там же тоже сейчас посещение ограниченное. И я же говорю, вот до открытия госпиталя я так же работал, вы знаете, намного легче. То есть именно когда нет на тебя извне какого-то давления, когда ты вот занят своими пациентами и все на этом. Вот мы про пациентов уже поговорили, и вы сказали, что даже на примере своей семьи заметили, что заболевает супруг, заболевает там супруга. Много ли семейных пар попадает разом в госпиталь? Вы знаете, много. То есть такая тенденция есть. Просто некоторые, я же говорю, вот более легко болеют. Вот на примере моего матери и отца, да, мать более легко переболела. Супруга у меня вообще не болела. То есть, но отец тяжело болел, несмотря что вот все вместе. Вот про информацию вы заговорили, и конечно тут нельзя обойти вопрос фейковых новостей, комментариев в соцсетях. И знаете, у меня такое сложилось впечатление, что по уровню недоверия, а где-то и злобного отношения к медицине, это сравнимо с начальным этапом первой волны. Потому что периодически мы опять-таки видим различные гневные сообщения, комментарии о том, что то не работает, там не работает, и так далее, и так далее. Я так думаю, что вы сами являетесь пользователем социальных сетей, обращаете на это внимание? Что думаете? Не, я являюсь, конечно, как и все, в принципе, пользователи социальных сетей, но я на это стараюсь не обращать внимания. Просто чтобы лишний раз не нервничать. Вот очень легко прокомментировать чью-то работу извне, не увидев это на самом деле. Очень легко. Ну, безусловно. Еще вот комментарии, которые мы видим, что, мол, сами не вакцинируются, а другим говорят. Вот вы сами об этом сказали, и, если честно, это... Ну, вы меня не удивили, потому что мы видим такие сообщения сами. И как к этому относитесь? Ну, я вам так скажу. Если бы я сам не вакцинировался, я бы об этом и не разговаривал бы. То есть, может быть, кто-то сейчас нас смотрит и в это не поверит, но так и есть, кто меня знает. То, что я вот, например, сам не лечил с этим, я этого и не рекомендовал бы. Как вы считаете, вот сейчас поменялся штамм, уже идут разговоры о том, что вакцина спутник-5 будет немножечко так... Подгонят ее под новый штамм коронавируса. Насколько это может улучшить ситуацию? Потому что мы же говорим о том, что все-таки вакцинированные попадают в госпиталя. Попадают, я согласен. Но вот хотелось бы еще до людей такое донести. Просто очень часто говорят, вот он вакцинировался, все равно заболел. Но вакцина пока начинает действовать. Человек, когда только получил свою внутримышечную инъекцию... Это же не говорит, что все, вакцина подействует, ему можно за собой больше не следить, не соблюдать все меры предосторожности. Но очень многие так и поступают. Они считают, как только вакцинился, все, антитела в нем уже есть, и он может спокойно... Вот говорят, поступил вакцинированный. Но он, скорее всего, был... То есть именно контакт с этим штаммом был в этот момент, пока еще не было появления антител. Это скорее всего. А так, да, конечно, встречаются, но это очень редко. Но вакцина – это не панацея. Это, конечно же, не панацея, я согласен. Но это, знаете, я вам уже на том выпуске это говорил. Вспомните, не все такие вирусы и тяжелые заболевания были сразу же стерты с лица земли. Ну, безусловно. Сколько жизней было забрано тогда черной оспой, испанкой, так называемой, вот этими... Ну да, и они были по 5-2 сотни лет. Да, холерой. Они же тоже в течение нескольких лет это все было. Ну, мы будем надеяться, что нам не придется ждать целый лет. Да, но учитывая, что все-таки медицина сейчас не такая, как на том уровне, но тем не менее. Конечно. Я сейчас вот предлагаю посмотреть еще один сюжет, опять-таки вернуться в ваш госпиталь, потому что, я так понимаю, вот на днях было расширено количество коечного фонда. Вот давайте посмотрим, как произошло это событие, и снова вернемся в студию. Медицинский персонал в ковид-госпиталях Карачаева-Черкесии ежедневно борется за жизни пациентов. За последнюю неделю в связи с приростом больных, нуждающихся в госпитализации, количество коек ковид-госпиталей Северной увеличилось на 30 мест. И сегодня в нем проходит лечение уже 210 больных коронавирусом. Было в одно время, даже у нас лежало 120 человек, когда наши койки сократили, и мы даже думали, что вот нас вот-вот закроют. То есть 120 человек, и, соответственно, 210 человек – это достаточно большой прирост. Мы дополнительно ввели персонал, увеличили средний, и младший медперсонал, и, соответственно, врачи. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в ковид-госпитале всегда хватает средств индивидуальной защиты и медикаментов. С СИЗами у нас стопроцентная обеспеченность. У нас никогда не было, ни одного дня не было заминки с этим. То есть все как положено, и перчатки, сами, да, СИЗы, маски, респиратор – у нас абсолютно все есть. Медицинский персонал этого госпиталя – сплоченная высокопрофессиональная команда специалистов. Медсестра Виктория Гитманова работает здесь в третью-четвертую волну пандемии. В ее обязанности входит непосредственный уход за больными и признается, что тяжело приходится не сколько физически, а морально. Позвали, пригласили работать, естественно, согласилась, так как живу в нашей республике и хотелось помочь людям. Больше, знаете, как морально тяжело, то, что все равно люди болеют, страдают, и за этим наблюдать тяжело. Но несмотря на сложности в работе Виктории Гитманова, есть и положительные моменты. Приятно наблюдать то, что больные, которые в очень тяжелом состоянии, выкарабкиваются, идут домой счастливые. Не знаю, это, мне кажется, самое лучшее, что человек смог, чем веку боролся. Как бы благодаря всему медицинскому персоналу и самих себя, то, что у них были силы на это все, они взяли себя в руки и побороли. Напомню, в настоящее время в Карачаево-Черкесии работает шесть ковид-госпиталей, три в Черкесске, по одному в Карачаевске, Усть-Джугуте и Хабезе. В условиях стационара проходит лечение более 880 больных коронавирусной инфекцией. Количество заболевших увеличивается с каждым днём, поэтому региональный Минздрав призывает соблюдать все меры безопасности. Возвращаемся в нашу студию. Говорим сегодня о четвёртой волне коронавируса, о работе Северного госпиталя. В гостях у нас по-прежнему Шамиль Шаманов, начальник Северного госпиталя. Здравствуйте. Здравствуйте. Видите, я уже... Это, видимо, у меня уже побочные эффекты от коронавируса. Но, кстати, о них давайте поговорим. Последствия коронавируса, насколько сильные? Насколько сильны они во время четвёртой волны? Ну, вы знаете, это учитывается все индивидуальные особенности организма. У кого-то есть последствия, кто-то переносит спокойно, но они в основном, не в основном, они встречаются у пациентов, которые были выписаны из реанимации. То есть вы же понимаете, если пациент лежал в реанимации, то, соответственно, он был в крайне тяжёлом состоянии. И вот у них, да, встречаются, у них бывает долгий процесс восстановления, то есть и бывает так, что даже дома, вот родные стены дома есть, когда лечат, это не просто так выражение такое. Бывает, мы таких пациентов отправляем домой, причём как отправляем? Мы их сами сопровождаем, оставляем дома, рекомендуем периодически дышать кислородом, свежий воздух, солнечный свет, то есть. И они потихоньку восстанавливаются, дыхательную гимнастику, потому что, ну, если человек лежит в реанимации, то, соответственно, у него очень большой процент поражения лёгкого был. Когда мы говорим о количестве скончавшихся, конечно, мы понимаем, что речь идёт о летальных исходах во время болезни коронавирусом, но мы понимаем, что есть ещё за этим большое количество людей, которые, к сожалению, умерли от последствий коронавируса. Это и проблемы сердца, насколько я понимаю, периодически могут быть и с почечной системой. Это действительно так? К сожалению, это действительно так, но в большинстве случаев это у пациентов, которые не придерживаются рекомендаций. То есть мы всё время утыкаемся всё в то же халатное отношение к собственному делу? Ну, я не буду спорить не в 100%, но в большинстве случаев это так. Просто когда мы говорим о коронавирусе, а говорим мы о нём уже два года, всё время мы говорим о том, что должна быть сознательность, должна быть осознанность, должны люди думать о своём здоровье. Вроде бы уже мы в этой студии произносили фразу, что вроде бы всё налаживается, люди сами идут к врачам. Насколько это так? Ну, знаете, сейчас это уже такой процесс, который нам более часто встречается. Да, люди более стали ответственны по отношению к своим родственникам, по отношению к себе. Да, обращаются к врачам уже более часто. Ну вот что бы вы хотели, может быть, посоветовать и порекомендовать телезрителям, которые до сих пор ещё думают, что это их обойдёт? Я бы им, конечно же, посоветовал придерживаться всех рекомендаций и никого не осуждать. Если говорят, надо придерживаться этих рекомендаций, значит, надо. Это очень много людей, знаете, настроены на то, что вот нас хотят загнать домой, нам хотят то. Но это всё на самом деле не так. Мы этого хотим для того, чтобы вот нашей работы стало меньше. Нашей работы просто-напросто стало меньше. Потому что эти рекомендации не просто так даются. Все эти меры, это всё не напрасно, не просто выдумано. Очень умными людьми это всё рекомендовано. То есть на самом деле мы всё равно возвращаемся к тому, что есть специалисты, да, и пусть каждый занимается своим делом, так сказать. И если вдруг вы заболели, то не нужно искать помощи у соседей, у друзей, которые к этому отношения не имеют. Это само собой, и не нужно никого в этом винить. Не нужно никого в этом винить, что они заболели. Шамиль, этот вопрос мы задавали вам вот где-то полгода назад, когда были в этой студии. Мне кажется, уже немножечко поменялось. Это вот так ли это сейчас? Давайте проверим. О чём мечтаете во время четвёртой волны коронавируса? Об отдыхе. Об отдыхе. Да, чтобы это всё закончилось, и все могли отдохнуть, и врачи, и просто население. Просто чтобы могли спокойно уже ни за кого в первую очередь не бояться. А это зависит от нас самих в первую очередь, от нас я имею в виду от ваших пациентов. Всё-таки долго я не произносила эту фразу, но давайте мы будем носить маски, пользоваться антисептиками, пользоваться всеми рекомендациями, которые говорят нам врачи, соблюдать эту дистанцию. И давайте вот недавно, наверное, все уже повытаскивали, потому что расслабились из всех карманов маски, потому что раньше везде их находили, давайте возвращать их туда и одевать каждый раз, когда заходим в аптеку, в магазин, в общественный транспорт. Да даже здесь, в студии, скорее всего, мы скоро снова будем сидеть в масках, но у нас как-то дистанция ещё соблюдается. Дистанция, вакцинация, дистанция. Но тем не менее, я надеюсь, что вот эти меры, они всё-таки будут помогать, и значит, надо о них вспомнить. Спасибо большое, Шами, что сегодня пришли к нам в студию, и мы очень надеемся, что ваша мечта скоро сбудется, потому что многие медики нашей республики уже, как вы понимаете, без отпуска два года, и вот в таком режиме работают. И прощаюсь с вами, я, дорогие телезрители, увидимся мы уже в понедельник в 17.00 на телеканале Архиз 24. Хорошо отдохните, особо не пренебрегайте всеми рекомендациями Минздрава, всеми рекомендациями Роспотребнадзора во время выходных, чтобы уже здоровыми выходить на работу в понедельник. В этот день мы с вами увидимся. До свидания и хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова